Всем привет дорогие друзья! С вами Фёст Ван и это очередное видео по игре Lords Mobile. Наверное соскучились по видео по войне и в общем у меня есть тут для вас небольшой сюжет. Сносили недавно одну китайскую гильдию. Всё началось с того, что наш гильдий сказал, что там у парня 120 миллионов голды. Просто против этого трудно было пройти мимо. Так, я тут попросил ребят снести лагерь. Свитки перемещения у меня имеются. Так, ну и я смотрю здесь уже пошли сносить лагеря. В общем скоро протанёмся в это всё месиво. Так, наши ребята тут уже начали сбор. Три минуты, ну мы успеваем. Я вообще смотрю у нас здесь народа сейчас немного, да, два замка. Но я думаю сейчас остальные потянутся. Так, вот для меня уже местечко готово. Так, теперь давайте отзовём войска из убежища и вкинем их в сбор. Так, здесь уже 200 тысяч в сборе есть. Закину коней и луков. Правда у меня до 200 тысяч не дотягивает. Мне бы ещё армию подкопить. И ребята, что самое важное. Сразу вот как только вы вкинули в сбор войска, всё остальное своё войско прячете в убежище. Но если у вас, конечно, армия позволяет, как бы это, не слишком огромное, что не влазит в сбор плюс убежище. Так, давайте сейчас разведаем этого парня. Говорят, там 118 лямов голды. Сейчас проверим. Да, блин, реально, 118 миллионов. Ребят, блин, откуда такие деньги? Вообще, зачем такие деньги? Он что, банк ограбил? Он, блин, сам теперь как банк. Так, посмотрим, есть ли в банке охрана 300 тысяч бойцов в обороне. Ну, неплохо, но там 90 тысяч катафрактов. В общем, ни о чём. 100 тысяч кавалерии, 50 тысяч снайперов. Вот, знаете, ребят, меня часто, кстати, спрашивают, какие войска в игре там лучше строить. Или, допустим, такой вопрос, какой фалангой лучше всего пользоваться. Вот нету такого, знаете, универсального ответа на этот вопрос. В каждой ситуации лучший вариант свой. Потому что вообще разработчики сделали так, что игра сейчас, это как бы игра в камень-ножницы-бумага. Но вообще вот у него там в обороне в основном кони, да, только кони в обороне и немного луков. И поэтому туда было бы лучше всего идти, но там пехоты почти не было. Лучший вариант был бы туда идти стрелковой фалангой, чтобы лучники были впереди. Сразу посражались с вражескими конями. А вот кони, точнее даже не кони, а пехота шла бы за лучниками и сносила бы вражеских стрелков. Так, ну здесь у нас лям-200 сбор. У врага проседания просто аховы. То есть нам он ничего толком даже не снес. Вот как было 100% боевого духа, так и осталось. В общем, здесь все ясно. Смотрим теперь боевой отчет. 92 тысячи убитых. Просто замечательно, ребята. Много трупов. Правда, знаете, вот эти 90 тысяч, там же у него в обороне Т1 войска были. И в основном именно они отправились в гроб. Но все равно, даже 90... Сколько у него там? 2000 погибших. Т1 по времени строится столько же, сколько 23 тысячи Т3. Так что это все равно весомо. Ну и конечно же, ребята, после того, как его снесли сбором, все начали просто туда ринулись, догребать то золото, которое у него осталось. И даже я, ребята, хоть я и пришел сюда не с пустыми руками. У меня было изначально 7 миллионов золота на руках. Но я уже поднялся неплохо в 2 раза. 14 миллионов у меня голды еще. И у него тут еще маленько осталось. Так, а не, вот все. Последнее золото забрали. Сейчас еще войска вернутся. Посмотрим, сколько там у нас будет в итоге. Вот, 18 миллионов голды есть. Отлично. У меня там, знаете, сейчас есть в науке доступна атака кавалерии 10 уровня. Она требует 21 миллион голды. И вот еще чуть-чуть подкопить, и можно изучать. Так, вот, нашел парня, у которого 200 тысяч войск. Сейчас сообщу об этом своим сагильдийцам. Вообще, знаете, когда вылетаем на вот такие улья, как правило, идет информация следующая. Ты пишешь, когда находишь войска, потому что самое интересное, когда собирается толпа из гильдии, это убить как можно больше войск врага. И поэтому ищутся именно замки, где есть войска, чтобы сносить их сбором. Ну и там особую ценность, конечно, еще представляют замки, на которых действительно много ресурсов, чтобы можно было быстро всем накинуться и разобрать, как горячие пирожки. Так, вот, ребята, начали сбор по моей наводке. На этого парня, у которого 200 тысяч. Вообще, многих, как бы, игроков можно и в соло выносить. И вот этого, ну там, что у него, 200 тысяч пехоты. Если 200 тысяч коней отправить, то они разнесут просто его под орех. Ну там еще на стене можно маленько, как бы, это, просесть. Ну а так, в остальном, как бы, можно и в соло сносить. Но зачем лишний раз, как бы, тратить войска? Проще 5 минут подождать, грохнуть сбором, и потери будут минимальны. Просто, знаете, когда вы довольно-таки часто воюете, там получается такая ситуация, что, ну, даже если вы очень успешно воюете, вы все равно теряете войска. Тут, допустим, потеряли 600 бойцов там, тысячу здесь, там, допустим, я не знаю, еще там, допустим, 1200 бойцов погибло. И вроде как там не особо страшно, потому что приходят отчеты, что там вы врагу, там, допустим, отправили в гроб 300 тысяч бойцов, или там убили, допустим, 60 тысяч бойцов. И это все очень приятно. Но когда вы довольно-таки часто участвуете в сражениях, допустим, у нас вот это, только за этот вечер, это уже третье улье было, на которое мы напали. До этого тоже были там, в принципе, два неплохих, просто я не снимал. Так бы я тоже выложил, там был неплохой материал и неплохие боевые отчеты. Я, в принципе, могу их, не знаю, там, в конце видео показать, если время еще будет оставаться. Но я к тому, что за день вы все равно клепаете, ну, примерно 5000 бойцов. Там все зависит от скорости, от талантов, от, ну, таланты, как правило, у меня максимальные на скорость тренировки войска, но зависит еще от того, какие у вас поместья какого уровня. Ну, примерно 5000 бойцов в день вы можете тренировать. Но слить за день можно гораздо больше, если очень активно участвовать в сражениях. И тут все как бы уходит в то, чтобы в минусе не быть при всех этих войнах, особенно если воевать каждый день. Потому что, ну, все-таки хотелось бы не только воевать, но и маленько развиваться при этом. Так, что тут у нас? Отчеты разведки доехали. Здесь ничего нету. Только все попрятано. Здесь тоже пусто. Так, вот, 70к. Так, ну и у нас уже групповой сбор дошел. Давайте посмотрим. Так, что-то здесь у нас немного. 800 тысяч всего. Но с учетом того, что в этот сбор у нас в основном только кони идут, потому что у врага по большей части там только пехота в обороне. Не у всех же есть кони. Кто-то под луков заточен. Поэтому вот так вот не набрали так много, как до этого. Так, минус 6 миллионов силы ему. 4 тысячи в гроб. Ну, молодец. Больница качает. Поэтому почти ничего не потерял. Так, ладно. К нам наше войско вернулось. Надо его куда-то, по идее... Вот знаете, я привык как бы по привычке делать. Войско вернулось. Его надо тут же спрятать. Чтобы если вдруг неожиданно кто-то там портанется, ну, допустим, он там рядом со мной встанет. Или кто-то на ускорах тут же пойдет в атаку. Допустим, там у них какой-нибудь топ. У них есть там топы. И даже по 300 с лишним миллионов силы. Почему бы ему не проснуться? Но я как-то уже расслабился. Потому что они что-то, ну, неактивные. Даже разведки не кидают. Так, смотрите. У нас тут что-то интересное у парня. 70 тысяч войск. И там, в принципе, много Т2. Дайте-ка я попробую. Этого я, наверное, снесу в соло. В принципе. Почему бы и нет? Там какие-то потери, конечно, будут. Но, я думаю, вполне допустимые. Тем более, я сейчас на боевых талантах. Вообще, в целом, когда вы летите на войну, да, вроде как можно. И без боевых талантов лететь, если вы вкидываетесь в сбор кому-то из своих союзников. Но тогда надо знать, что вы всегда рискуете, если вас будут ловить на возврате. Без боевых талантов вы можете очень сильно просесть. Так, у нас там Таран сбор начинает. Пятиминутный. Ну, я в целом, сколько мне сюда идти? Я, наверное, я схожу и туда, и обратно мне сюда вообще недалеко идти. Как бы успею и этого снести, и в сбор вернуться. Так, давайте сразу героев сейчас закинем. Чтобы побольше нам тут войск пошло. Ну и, конечно, чтобы поменьше потери были. Пехоту, наверное, уберу. Она у меня не так хорошо качана. Если они пойдут в первых рядах, а у меня только пехотная фаланга. Я еще пока что не прокачал кавалерийскую. В общем, чтобы минимизировать потери, я пойду без пехоты. Там, в принципе, ничего особенного, поэтому должны вынести и так. Ну, а всех, кто остался, наших пехотинцев, сразу, ребята, надо прятать. Не держите в замке ничего. Там уже, если на вас идет атака, то уже по факту смотрите, кто идет, с чем идет. И, если что, тогда уже достаете свои войска. Так, наши ребята там уже в сбор идут. Но мне тут недалеко идти, поэтому туда-сюда сейчас, как Бильбо Бэггинс, и в сбор тоже вкинемся. Так, почти дошли. Тридыщ. Что тут у нас? Сразу смотрим. 400 потерь у меня, у врага 6 лямов с лишним, и, в принципе, там даже в трупов 7000 неплохо. Давайте посмотрим. Вообще, знаете, я обычно, когда воюю, я вот эти боевые красочные картинки сражений, я их не смотрю. Ну, потому что просто времени нет. Там надо как-то вроде как реагировать, войска ловить, следить за ситуацией на карте. Но сейчас относительно спокойно, во-первых, а во-вторых, я как бы записываю видео, поэтому больше все-таки для вас. Я иногда, знаете, люблю потом уже, когда само сражение уже отгремело, посмотреть вот эти бои уже как-то, ну, там, потом посмаковать эти отчеты. В общем, ладно, надо войско ловить. Хотя тут ловить особо не от кого. Как я и говорил уже, гильдия что-то совсем не активна. Но надо вступать в сбор. Вот почему мы быстренько ловим войско. Отправляем ребят в сбор. И тут мы ребят расформируем и снова отправим остатки армии сюда на 8 часов. Так, отлично. Давайте теперь посмотрим, на кого там у нас сбор идет. Вообще, знаете, по моим видео, наверное, можно, я не знаю, вот по видео войны можно обучалку делать. Так, на Артура Чена идем. А я, кстати, где-то его разведывал до этого. Так, у меня где-то есть. Да, вот, посмотрим, что у него здесь. В защите у него только снайперы и кавалерия. То есть только луки и кони. Ну, требушеты не в счет. При этом снайперов побольше. Вряд ли он стоит в стрелковой фаланге в обороне. Потому что, ну, многие еще пока фаланги не прокачали. И стоять в стрелковой фаланге как минимум опасно. Потому что многие будут нападать пехотные, если будут нападать. Поэтому на него самый лучший вариант, вот, был бы нападать именно стрелковой фалангой. Потому что наверняка у него кони впереди. И стрелковая фаланга лучший вариант. То есть стрелки бы уничтожили сразу бы вражеских коней. А уже следом было бы посылать пехоту, которая уничтожает вражеских стрелков. Вот самое лучшее решение было бы. Так, ну, а нам здесь сказали идти кони-луки. То есть мы пошли, знаете, как это говорится, клин-клином вышибает. То же самое сейчас у нас получится. У него кони-луки, у нас кони-луки. Это не самый лучший вариант. Ну, да ладно. Я думаю, с учетом сбора у нас там все равно потерь больших не будет. Так, китайцы тут тоже нам что-то в дип пишут. Плохой мальчик, говорят. Это они, наверное, про Тарана. Вообще, знаете, достаточно, в принципе, в гильдии одного плохого мальчика, чтобы себя комфортно чувствовать. В том плане, что нужен всего лишь-то один топ на гильдию. Ну, как бы это, этого вполне достаточно, чтобы уже сжечь довольно мощные гильдии противника. Главное, чтобы у вас других игроков хватало. Пускай они будут с Т3, но довольно активные, мобильные, готовые вступать в сборы и вкидывать свою армию. Так, ладно, давайте посмотрим визуализацию этого боя. 350 тысяч со стенами, без стен 233. Падают очень бодро. Уже 30% сбрило. У нас пока что ни одного не потеряно. Вот, как я и говорил, главное, пускай у вас будет один топ, но с хорошей прокачкой, с хорошим шмотом. Да, там каких-нибудь вражеских топов, у которых целая тонна Т4, уже будет проблематично пробить. Но вот всякое вот такое, и нанести довольно-таки значительный урон гильдии противника, и при этом потерять как можно меньше войск, вы уже сможете. Так, ну что, ребят, у нас тут объявили очередной сбор. 5 минут кидаем, кого хотим. Преимущество Луки Коня. Но, видать, там ничего особо серьезного. Или армия более-менее поровну распределена. Поэтому кидаем, кого хотим. Так, ребята, что-то мы без конца воюем. Надо бы и подлечиться. Вон, полтора часа у нас лечение. Займет. Чем раньше нажмем, тем раньше закончим. Правильно? Ну и у нас здесь сбор дошел до места. Давайте посмотрим, что у нас здесь вышло. Так, у врага 263 тысячи. Но это со стеной, а войско у него вот, 190 тысяч. Бах-бах. Очень быстро падает процент. Видно обычно, как этот процент падает в несколько тиков. Сначала там снесли вот врагу пехоту, которая шла впереди. Потом хлоп, быстренько снесли коней. И вот в оконцовочке атакуем луков. Ну и осадки. В общем, тут все ясно. Давайте так быстренько глянем. 39 тысяч ему в гроб. Неплохо. Так, ребята, мои войска идут в очередной сбор. А я тут решил посмотреть по сторонам и недалеко от Ули заметил вот еще один замок. Ребят, не знаю, сейчас разведаем, посмотрим, что там. Вообще не надо никогда лениться. Смотреть там и ресурсные клетки вокруг Ули. Там может быть кого-то на ресурсах подрезать. И те же самые замки вокруг. Иногда бывает рядом с Ульем стоят какие-то вражеские. То есть почему бы не захватить их заодно. И часто, допустим, может быть такая ситуация, что вот вы напали на какого-то парня с бором, да. И снесли ему, предположим, 200 тысяч войска. Но у него все пошли в больницу. А потом смотрите, опа, рядышком какая-то ресурсная клетка. Или вот, о, смотрите, 300 тысяч у парня солдат. Вот это просто бинго. Сейчас будет что сносить. И наверняка у него там еще и убитые будут. Я что-то сомневаюсь, что у него больниц на 300 тысяч хватит. Это, в общем, круто, ребята. Ну и, как бы, возвращаясь к ресурсным клеткам. То есть вы можете уничтожить кому-то замок. И там, допустим, 200 тысяч войска было в замке. И хлоп, все у него раненые. Все в больницы пошли. А вы дальше пошли ресурсные клетки. Рядом смотреть, смотрите, допустим, там пары ресурсных клетках. И на них там по 30 тысяч солдат. Вот того же парня, которому вы уже 200 тысяч уничтожили. Сносите его на ресурсах. И хлоп, все, кто с ресурсов, там, допустим, пошли уже трупами. Потому что больницы забиты. И такое бывает. Поэтому не надо в этом плане лениться. Смотреть там, что по сторонам. В общем, надо чем больше разведок. Если там каждый в гильдии активно там сканит, что вокруг. То можно как бы уйти, уничтожив максимально доступное количество войск врагу, на которого вы нападали. Так, ну ладно, ребят. Не будем тянуть кота за хвост. В общем, напали на этого картера по моей наводке. И давайте теперь посмотрим, чем это для него обернулось. 67 тысяч в гроб. Минус 7,5 миллионов силы. Очень неплохо. У нас 1200 погибших всего. Так, давайте посмотрим. Лям 300 в этот раз набрали в сбор. Отлично. Быстро проседает наш товарищ. А у нас, как было 100%, так, в общем, так и останется, наверное. Даже до 99 не опустится боевой дух. Да и куда уж там опускаться боевому духу, когда так хорошо разлетается оппонент. Так, ну и, ребята, давайте я, наверное, перейду уже сразу к последней атаке сбором, которую мы делали против... Против кого? Как тебя зовут-то, парень? Понтиф какой-то. Против Понтифа. Но тут уже не так много. 135 тысяч войска. И, знаете, много, конечно, замков еще сносилось, но там уже в соло атаками такие там по 70 тысяч войска, там у кого-то по 100 тысяч войска. Но при этом, допустим, там не самый большой уровень прокачки игрока, когда ты видишь, что у него силы немного. Или там замок еще пока что там не самого большого уровня. А значит, и войска его веса не имеют. Ну, в общем, здесь парень молодец, прокачал больницы, поэтому ему нечего было сносить. Также скажу, что, ну да, все-таки вот как бы чувствовалась такая, знаете, безответность наших врагов в том плане, что они разведки не кидали, там, ну, пара человек там под конец уже нам что-то в дип там что-то поругались они маленько и все. В принципе, вот как бы если брать время, это тогда было довольно-таки такое позднее время, особенно для меня, потому что я в сибирском регионе России живу. Ну, хотя я с ними примерно в одном часовом поясе с Китаем, я потом даже ради интереса глянул, то есть у меня разница с Москвой 4 часа, а у Китая, там, у Пекина с Москвой 5 часов. Ну, в общем, понятное дело, то есть у меня было там где-то уже, по-моему, 4 часа ночи, то есть в Китае там 5 часов ночи. Ну, в общем, по большей части все эти китайцы в это время спали и в этом плане тоже выгодно. То есть если вы смотрите, вы смотрите сразу так, на кого вы нападаете, допустим, ваш предполагаемый оппонент, это там, предположим, японцы. Смотрите их часовой пояс и отсюда уже можно там поскакать. Ага, японцы в это время должны спать, значит, самое благодатное время для того, чтобы выносить их улья. Так, ребята, ну и у нас остается маленько времени, обещал, что если будет время, покажу атаку на другое улья. Ну, я как бы не снимал саму атаку, поэтому покажу отчеты, но тут в целом видно. Вот, допустим, вот он тот замок, помните, с которого мы начинали видео, у которого было 118 миллионов, который мы раздербанили. Уничтожили мы этот замок, вот этот С2П, снесли его в 12.15 в 2.50, то есть в 2.50. А до этого, это получается у нас атака была, вот последняя в 2.33 уже атаковали мы другое китайское улья, ТВТ. Ну, тут если посмотреть, они, кстати, даже поактивнее были, но, во-первых, мы нападали на них, да, пораньше. Меньше народу спало, и что самое главное, вот этот парень не спал, а у него 300 миллионов силы, поэтому он там постоянно... Если мы на кого-то один на один шла атака, то он там в укреп Т4 слал, также на возвратах ловил ребят. Так что, ну, тут пожестче было, ну и вообще у них там поактивнее они были в этот момент. Но все равно там красивые отчеты есть, когда сливали врагам по многу, даже несмотря на то, что вот такие вот у них игроки. Ну, вот если в целом посмотреть, да, вот видите, тоже китайская гильдия, не слабая, 2 миллиона 700 тысяч силы, в общем, такие бодрые ребята. Так, давайте сейчас. Ну, и у них там и другие топы есть по 100 миллионов, как бы, это не единственный их там топ. В общем, так, где у нас тут отчеты? Давайте начнем. Сзаду наперед пойдем. Здесь у нас атака. Давайте сначала будем смотреть бой, а потом уже будем читать отчет. Мне кажется, так интереснее. Так, пошла картинка. Magic Frog, 200 тысяч в обороне войска, миллион сто сбор. Так что понятно, что здесь врага ничего хорошего не ждет. Самое интересное, сколько убитых ждет нашего противника. Итак, ребята, 74 тысячи убитых. Замечательно. Просто очень хорошо. Враг, кстати, оборонялся в стрелковой фаланге. Это, наверное, лучший вариант обороны против кавалерийской фаланги. Ну, не наверное, а точно. То есть, по фалангам он тут угадал. Но потери у нас незначительные. Смотрим по боевой сводке. Здесь у нас боец, канонир, страж. А, видите, мы здесь это... Мы здесь не шли конями. То есть, поэтому то, что у нас не самое лучшее построение, оно как бы скрашивается тем, что кавалерию никто не слал. Ну, вот один парень отправил кавалерию. И, собственно говоря, у него тут... А, господи, один парень. Это уже обороняющийся у нас. Я так что-то смотрю, смотрю так. Кавалерию не слали. Это у нас вот как раз обороняющийся. И у него здесь, видите, потери значительные. Раненых ровно одинаковое количество. Так, это у нас другой, да, уже бой? Вот, ВВВВВ, какой-то ник такой. Сначала смотрим бой, потом смотрим отчет. А, это я сам на кого-то нападал. Здесь только осадки были в обороне. Но при этом, ребята, смотрите, 86 тысяч осадок в обороне. И замок уже горел там. То есть, я так понимаю, кто-то наш напал уже, снес ему все войска, а остались только осадки. Я такой смотрю, блин, а что они добили-то? Аж целых 86 тысяч осадок, блин. Это же здорово. Сейчас посмотрим. У него здесь, после этого нападения, 61 тысяча. Просто 61 тысяча Т3 осадок в гроб. Минус 2 миллиона силы. Замечательно. Почему бы и нет? Так, идем дальше. Здесь уже идет сбор. Смотрим, потом... Смотрим сначала картинку, потом смотрим отчет. 210 тысяч войск в обороне. Все. 50 процентов уже нет. Остались только лучники. Ну, их немного, судя по тому, сколько у него боевого духа уже упало. Отлично. 4 с половиной тысячи. 4 600 у нас потерь. То есть, трупами у нас 1800. У врага трупов нету, но 210 тысяч войск вылечить это тоже, ну, как бы, довольно-таки гемор по ресурсам и по времени. В общем, 5 миллионов мы ему снесли. При этом потери у нас незначительные. Идем дальше. Здесь у нас... По 570... По 580 тысяч ресурсов каждого унес. Оборона выглядит неплохо. 364 тысячи бойцов. Это, знаете, я предвкушаю, что сейчас много трупов будет. Стоят бодренько, но все равно проседают. Это у нас всего 1% упал. Хотя сбор тут был относительно небольшой. Ну, то есть, как бы, даже меньше миллиона. Ну, наверное, потому что, как правило, войска подбираются под сбор. И не у всех бывают там войска некоторых групп. Там, допустим, там, если говорили, там, слать пехоту. Плюс, ну, с учетом там вражеских сил, мало кто имеет большие запасы по пехоте вот у нас. Так, ладно, давайте посмотрим, что здесь уже. Более подробный отчет. Здесь у нас... Кавалерийская фаланга против пехотной врага. Это самый лучший вариант, что касается по фалангам. Когда именно такое соотношение. 8500 у нас погибших в этой атаке. У врага 178000 погибших. Замечательно, по-моему. Давайте даже посмотрим более подробную выкладку. Здесь у нас вообще все, что можно, блин. Какие только можно было войска. Скрытые снайперы, королевский кавалерист. То есть, в основном, мы идем кони-луки. Кони-луки, кони-луки. Причем мало народу было, да? То есть, раз, два, три. Вот мы, получается, вчетвером атаковали этот замок. Здесь у парня очень красиво. Но у него здесь еще есть маленькая потеря. Ну, этот, что-то он чуть-чуть-то один войско держал. Но в основном все погибшие это Т-3. И это не может быть неприятно. И видите, у него войска, которые попали в больницу. Их поровну распределили между разными типами войск. По-моему, в общем, шикарно, ребята. Идем дальше. А здесь у нас... Минус войн. Что-то я же привык, что мы обычно надо сначала смотреть, а потом отчет. Что-то это увлекся я. Тоже 336 тысяч в обороне. Люблю, когда вот в обороне больше 200 тысяч. Это, как правило, всегда означает... Ну, мало у кого такие хорошие прокачанные больницы. Поэтому, как правило, это всегда означает тонну трупов у врагов. И часто такие потери, знаете, которые... Я не знаю, как это называется там... Ранения, которые... Несовместимы с жизнью. В общем, часто люди бросают игру после того, как теряют там хотя бы 100 тысяч с лишним войска. Потом, так знаете, уже бывает, там через какое-то время смотришь на карту мира. А там какой-нибудь китайский замок уже стоит. Неделю, вторую, без войска, без гильдии. И ты вспоминаешь, что да, когда-то мы его сбором уничтожили. Вот теперь появилась еще одна ферма на карте. Особенно, если это там, допустим, ферма, у которой мощь 100 тысяч. Ну, там с лишним, короче, становится еще приятнее. 100 миллионов, точнее. Так, ну что у нас тут? У нас тут неплохо. 20 тысяч у нас погибших, у врага 10 тысяч. То есть у нас даже по погибшим больше. Враг стоял в пехотной фаланге. Мы тоже атаковали пехотной. То есть здесь лучше было бы, конечно... Ну, хотя надо тут еще смотреть по составу войска. Что лучше, а что нет. У нас тут шли в основном скрытые снайперы. И, короче, кони-луки мы атаковали. Но в основном, в основном луки. Вот только... Только Никитос коней послал. Ну, к вина не в счет. Тут вообще какой-то мелочь. Ну, и тут, в принципе, немного коней. В основном все атаковали только стрелками. У него там что, одна пехота, что ли? Ой, одни кони, что ли, были в обороне. Так, смотрим, что у тебя здесь. У тебя королевских стражей 50. Ну да, у него по большей части кони. Но тут и снайперов маленько есть, и маленько стражей. Но по большей части были кони. Ну и больницу он все-таки качал. Потому что всего лишь 10 тысяч погибших. Ну, все равно, все равно так неплохо. Так, ладно, идем дальше. Дальше я уже могу далеко уехать. Но еще пока, видите, 12-е и 15-е. Это мы на кого атакуем? Так, давайте сначала посмотрим. Захвачен вражеский лидер. Ресурсов там прилично. По 500 тысяч. А, это тууле уже, которое шло до этой китайской гильдии. Кстати, да, это я помню. И тут я уже в соло атакую парня. Ну, враг проседает помаленько. У меня как было 100 тысяч, так и есть. Но я помню этот бой. Здесь ничего особенного. То есть там многие войска Т2 у врага были. Поэтому так легко сыпались. То есть, ну, у него здесь ресурсов прилично было. Я его потом еще грабил без конца и края. Туда-сюда ходил. Эшелонами вывозил. Солдат у меня 238 тысяч. У врага просто 62 тысячи раненых. Ну, как бы это покажу, что это, чтобы не красоваться. У него тут в основном Т2. Всякие вон там огненные требушеты. Наездники на ящерах, стрелки. Ну, короче, сборная солянка из всего, чего только можно. Но ничего такого представляющего интереса. Здесь у нас, опять же, сбор. Ну, наверное, вот на это же улья, которое вот сейчас я атаковал. Да, H&H. В общем, 286 тысяч бойцов здесь в обороне. Это, по-моему, если не ошибаюсь, уже были не китайцы, а англичане. Но сейчас мы проверим, посмотрим, что это за улья. Еще и героя сейчас захватим. Минус 293 тысячи врагу. И, я думаю, много убитыми, да? Вот, 135 тысяч убитыми просто. Минус 7 миллионов силы. Это очень значительно. Сейчас еще посмотрим, какие именно войска мы ему снесли. Я тут смотрю, в основном снайперы. Кони-кони-луки. Короче, мы нападали. У врага здесь немного пехоты. Совсем чуть-чуть было. В основном вот стрелки. И, в основном, коней больше. Короче, у него тоже были кони-луки. 92 тысячи Т3 коней потерял парень. Вот после таких атак часто люди бросают игру. Так, ну и говорил, что посмотрим вообще, что это за улья. Это вот у нас такое вот улья H&H. Ну, еще здесь всякие замки разбросаны по одному были. Вот тут, тут. Как бы здесь еще вот стоят. Так, ну и если смотреть вообще, в принципе, что они из себя представляют. Вот это у нас английская гильдия относительно слабая. 800 миллионов силы. То есть, такие гильдии, как правило, не сильно активны. Когда там силы меньше. Да, когда даже меньше, чем полтора миллиона. Гильдии обычно не особо активны. Ну, это именно я имею в виду, если уже королевство давно живет. Там, понятное дело, в новых развивающихся королевствах там могут гильдии иметь относительно небольшую силу. Но при этом очень активных игроков. А вот именно когда уже королевство давно живет. Если в нем так мало силы, то, как правило, и игроки там не особо активны. В общем, вот такие вот дела. Ну, ладно, тут, наверное, уже слишком далеко мы назад заглядываем. Что там? 12.07. Ну, то есть 7 уже декабря. Это, короче, все уже давно было. Так что, ладно, ребят. На этом мы и закончим. Пожалуй. Единственное, что хотел бы как бы подытожить. Сказать о том, что у нас сейчас на Острие. У нас в ближайшее время уже намечается война королевств. Причем ее в этот раз изменили. В игру ввели обновление. Что теперь, если раньше, когда начиналось КВК, мы могли летать в любое королевство, в которое захотим. Используя случайный телепорт или там обычное перемещение. Ну, в общем, теперь мы не можем выбирать королевство, куда мы полетим. Сейчас сделали так, что сталкивают лбами королевство один на один. Причем подбор соперника идет согласно тому, какое место вы заняли в прошлой войне королевств. То есть сейчас будет так. Берут нас, смотрят там, допустим, мы заняли в прошлое КВК, там, пятое место по рейтингу, по убийствам, по очкам. И нам кого-нибудь берут, допустим, кто там занял шестое место. И вот наши два королевства будут сражаться друг против друга. И больше мы никуда не сможем телепортироваться. Вот такие вот дела. Не знаю. Но это может быть очень опасно. То есть, как бы это могут нам там слишком мощное королевство в пару поставить. Если мы, да, допустим, мы активные, мы хорошо набираем киллы, но у нас нету таких топов, как у них. Тут всякое, короче, возможно. Но это маленько меняет чуть-чуть КВК. Даже не маленько. Теперь уже нельзя лететь куда хочешь. Допустим, там, вот это слабое королевство. Здесь что-то никого нету. Давайте здесь мы сейчас фарты позахватываем. Уже такого не будет. Также я тут, в принципе, маленько подготавливаюсь к этому КВК. Уже поставил на изучение, наконец-то, кавалерийскую фалангу. Очень сильно мне этого построения не хватало. Теперь будет попроще. Потому что раньше в многих боях я со своей пехотной фалангой, там, как идут войска, впереди пехота, дальше кони, дальше луки. И, допустим, у меня войск не хватает, чтобы там... Ну, нету у меня 260 тысяч пехоты, чтобы кинуть их в бой. А есть там 180. И я бы мог их добивать пехотой, но не хотелось пускать пехоту в первых рядах, чтобы они погибали. Потому что пехота у меня не так хорошо, как кони прокачаны. Вот теперь я могу коней выставить на первый ряд, а пехоту позади, чтобы ее там сильно не сливать. В общем, мне тут кавалерийская фаланга очень пригодится. Да и в обороне с ней в большинстве случаев чувствуешь себя комфортнее. В общем, вот такие вот дела. До КВК, правда, не успею. Она там сколько? Два дня еще исследуется. Ну, может быть, там ускорю, если будет резон. Также поставил себе уже, вот, построилась у меня сокровищница девятого уровня. Я думаю, о сокровищнице сделаю отдельное видео, потом, в общем, расскажу как бы более подробно все о сокровищнице. И также, ну, вот, что касается золотишка, было 18 миллионов. Сейчас у меня уже 16, потому что там маленько где-то корабль забрал. Чуть-чуть там сейчас на исследование потратил. В общем, опасаюсь сейчас, что КВК. Я, как всегда, там во время КВК часто у меня бывает такое, что я отсутствую подолгу за компьютером. Просто не имею возможности зайти в онлайн. Ну, поставлю 8-часовой щит, буду надеяться, что успею домой вернуться до того, как щит упадет и там золото разграбит. Войско-то, ладно, его на 12 часов можно спрятать. А вот золотишко можно ненароком потерять, но, как бы, куда-то его скидывать там в кладовку или под щит другим игрокам тоже не тороплюсь, потому что хочу все же после кавалерийской фаланги поставить на изучение коней 10 уровня. А мне там даже больше золота понадобится еще и сумок доставать. Так что, ну, главное, чтобы, в общем, повезло, чтобы не напали. Или, да, чтобы я успел вернуться домой до того, как щит упадет. Ладно, ребят, на этом, в общем, у меня все. С вами был 11101. Если вам понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем спасибо, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok